Кинопробы с Антоном Долиным Однодневным визитом режиссера В Москву Его осаждали какие-то толпы Безумных фанатов И может быть не фанатов, но тоже безумных Это сейчас про Мединского? Ну я не знаю, насколько безумен Мединский в своем фанатизме Но был все время рядом Но очень красивый вот этот вот мем Найди человека Который будет смотреть на тебя, как Мединский смотрит На Тарантино и не отпускай его никогда То есть на этой фотографии Одной из многочисленных фотографий В шикарном фоторепортаже Посещения Кремля Тарантино Действительно Мединский смотрит на него С такой любовью, что не полюбить Мединского невозможно, я бы так сказал Потому что в этом Взгляде видно столько Детского восхищения Я кстати подумал, что Министр культуры России Владимир Мединский Не случайно как-то нашел Общий язык с Тарантино, кто-то уже возмущается Этому, мне кажется, что во-первых Мединский типичный герой Тарантино Он мог бы сняться у него Во-вторых Не буду пытаться спекулировать В какой роли, в чьей Может быть это будет в 10-м Последнем фильме Тарантино Еще не снятом Во-вторых Мне кажется, ведь они оба любят Альтернативную историю То есть По честь Человека-амфибия? Человек-амфибия Это тоже интересная деталь Что оказывается, что Тарантино Любит этот фильм Вот В общем, короче говоря Таких волн любви И обожания Западопоклонничества? Ну, запад Ни с каким западом, мне кажется Тарантино у нас не ассоциируется Он национальный русский режиссер Настоящий Ну разве нет? Но это так Вот Где-то у Пелевина было, да Что смотрел хороший фильм Про американскую братву Вот так примерно на это все и смотрят Это и есть Ну, криминальное чтиво В глазах многих фильм Про американскую братву Вот И Тарантино Я поскольку представлял его на премьере В двух залах вышел и сказал Его очень тронули слова Тронули слова одной фанатки Которая на красной дорожке Ему сказала Тарантино, you have a Russian soul По его словам У тебя русская душа И он на каждой из двух показов Представляя фильм Говорил От всей своей русской души Призываю вас Смотрите Приятного просмотра Однажды в Голливуде И это ужасно Мне кажется Было как-то мило Тоже трогательно И сердечно И Конечно Эта картина Очень незаурядная Особенная И конечно Это не только ажиотаж Из-за приезда Тарантино Но это ажиотаж Из-за этого фильма Который уже За первые дни проката Ну не знаю Побил ли он какие-то рекорды Он не может побить рекорды Это не Аватар Не Мстители То есть Рекорды все равно Они остаются На счету Конечно Фильмов с минимальным рейтингом Сугубо коммерческих Мейнстримных блокбастеров Но Не зная с чем сравнивать Тарантино В сегменте авторского кино А кто поспорит с тем Что он снимает авторское кино Он безусловный король Он стопроцентный лидер И он действительно По-настоящему Важная личность Не только для тех Кто смотрит авторское кино И там кино Победители Каннского фестиваля Напомню Что карьера Тарантино Была в реальности Запущена Золотой пальмовой ветвью В Каннах За криминальное чтиво Ровно 25 лет тому назад Это произошло Вот четверть века Мы живем с Тарантино То есть он дебютировал Чуть раньше 27 лет назад Но бешеные псы Знали только синефилы После криминального чтива Его знает весь мир И уж точно вся Россия Вот И для авторского режиссера И победителя фестиваля Я думаю Что Тарантино Вне конкуренции Абсолютный победитель Вот Посмотрим Что будет со сборами И я хотел бы конечно Здесь отдельно сказать Что Неправильно будет говорить Когда сборы будут высокими Они конечно будут высокими Я это предвижу Что ну понятно Брэд Питт Леонардо Ди Каприо Есть полно фильмов Со звездами Такого уровня Или большего уровня Которые не собирают Много денег И даже кумулятивный эффект Что вот собрать их всех вместе Тоже действует не всегда А фильм Тарантино Это еще и 2.40 разговоров Там экшена никакого Почти что нет И поскольку Все герои фильма Кинематографисты Мы видим Очень четко Разницу Между миром Реальным И миром Вымышленным Когда они в вымышленном мире Когда они снимаются Да Они тогда могут Стрелять друг друга Гнаться друг за другом Прыгать на машине С моста Но когда Они готовятся к этому Просто Человек сидит Пьет Маргариту И Заучивает свои реплики Это так довольно Скучно смотрится В самом случае В описании это точно Звучит скучно Вот Но Тарантино Превещает этот Потрясающий аттракцион Не только за счет Великолепной актерской игры Которую он Всегда был способен Добиваться От своих артистов Но и за счет Того Как это снято Как это смонтировано Какой музыкой Сопровождено То есть Этот фильм Однажды в Голливуде Конечно апофеоз Режиссуры Как искусство Я буду Сегодня Видимо Весь час Рассказывать Про Эту картину С маленькими Отступлениями И в последние пять минут Собственно говоря Как всегда Буду отвечать на вопрос Уже первые вопросы По поводу Тарантино Его картины поступают Поэтому Задавайте их Номер 903-797-6333 СМС-портал СМС-портал И ватсап И наш телефон 7495-730-101 Да Вот И Собственно говоря Эта картина Действительно Если подумать И вспомнить Предыдущего Тарантино Это была Омерзительная восьмерка Однажды в Голливуде Встречают С гораздо большим Ажиотажем И дело Я думаю Опять же Не в актерах И вот я долго думал В чем причины Причин несколько Я нашел Начну вот с этого С внешнего слоя Потом погрузимся Внутрь фильма Но осторожно Чтобы обойтись Без спойлеров Вот Первая причина В том что Тарантино Несколько раз сказал Что он снимет 10 фильмов И все И сейчас он это подтвердил Этот фильм Его предпоследний И даже в одном интервью Он обронил Породив почти что панику Что если по-настоящему Хорошо примут Однажды в Голливуде Может я на этом И остановлюсь Но в Москве Он все-таки сказал Что да Однажды в Голливуде Это Самая может быть Высшая точка Моей карьеры Режиссерской Это клаймакс Это такой вот Центр Но После этого Мне нужен будет Фильм Эпилог Завершающий фильм Я решил что я сниму 10 фильмов И будет 10 фильм Что за 10 фильм Кстати говоря мы не знаем Если вы будете сейчас Задавать эти вопросы То у меня нет ответа Человек-амфибия же Ну Человек-амфибия Хороший план Человек-амфибия Снял Гильермо Дель Торо Все хватит Нет Есть как минимум Два плана Которые всем известны Это убить Билла 3 В которой Та самая Чернокожая девочка Ники Которая осталась Без матери Из-за Невесты Черной мамбы Вырастает И мстит Ей Как раз возраст подошел Прошло там 15 лет Вот Вполне Можно себе это представить И второе Это Стартрек Которого Тарантино является Давним фанатом Он написал сценарий Стартрека Полноценный И студия на самом деле Хочет это запустить Видимо там Весь фильм Они разговаривают Причем нецензурно А потом Происходит 3 минуты Какого-нибудь кровавого Насилия в космосе И снова разговаривают Вот Я бы такое посмотрел Не знаю что из этого получится Стартрек Тарантиновский Не представляю Но я бы Именно потому что Я не представляю Очень интересно Как это было бы Но просто Старантин еще Кинга Мог бы отлично экранизировать Ну да Но дело в том что Он один единственный раз Снял экранизацию Это был Джеки Браун И он там все изменил На самом деле Героиня в оригинале Белокожая Он сделал ее старше Чернокожей Изменил ее имя И это принципиально важное Изменение для тех Кто смотрел Джеки Браун Они это понимают У Кинга столько книг Плюс-минус одна Ну это правда Но мне кажется Они немножко существуют Все таки в разных вселенных Вот Ой Один смс все таки От Кирилла из Липецка Я зачитаю Мне просто очень нравится Вчера на третьем часу фильма Мне стало ужасно тоскливо От того что с героями Вот-вот придется расстаться Сегодня пойду еще раз Я смотрел три раза уже фильм Вот Три раза? Да И еще пойду скорее всего Еще будете Да Ну а почему нет Вот Первая причина в том Что Тарантино возможно Скоро уходит То есть это Такое возможное прощание Вторая причина Распространились слухи И они на самом деле справедливые Что это не совсем Типичный Тарантино И для многих это повод Расстроиться Но все хотят проверить Сами конечно Это не типичный Тарантино Который еще лучше Типичного Или еще хуже Очевидно что К омерзительной восьмерке Люди немножко устали От повторяющихся трюков Омерзительная восьмерка Похожа Одновременно И на Джанго И на бешеных псов Бешеные псы Бешеные псы И криминальные чтивы Остались таким эталоном Который невозможно Никуда сдвинуть Да Убить Билла Аукнулся В так называемом Доказательстве смерти Не точно перевод названия Но фильм знает В России так Истории мести были В Убить Билла В Доказательстве смерти В Бесславных ублюдках В Джанго Освобожденном Четыре фильма подряд Об отмщении То есть Ну Тарантино У него немножко Начали западать клавиши Начиная с Убить Билла Это был его четвертый фильм Из девяти Что он снял Клавиши западали Периодически Ну в разных формах В разных жанрах С разными героями Но западали И сейчас он сделал Картину Совершенно другую И наконец Последняя причина Не знаю Успеем ли мы Об этом поговорить Но постараемся Она тоже интересная Ведь после Омерзительной восьмерки Случилась революция Мету Которая продолжается И Ума Турман Приняла в ней участие Поскольку Тарантино Все время вспоминали Потому что Главным и первым Фигурантом В всей этой истории Был Харви Вайнштейн Продюсер Тарантино С самого начала Человек Который принес ему славу И ассоциировать Тарантино С этим или нет Будет тот отступаться От Вайнштейна или нет Кстати Тарантино Очень благородно Себя повел Он не стал Вместе со всеми Пинать ногами Вайнштейна Но и в то же время Не стал Его защищать И говорить Да нет Он все правильно делал Он как-то и дистанцировался Сказал что многого не знал Наверное Он многого действительно не знал Ну так вот Была история На съемках убить Билла Когда реальный трюк С автомобилем Выполняла По просьбе режиссера Сама Ума Турман А не ее дублерша И чуть не погибла И эту историю Видимо По инициативе Вайнштейна Того же самого Замели под ковер Об этом не говорили И когда Началось все это мету Оно же не только Про сексуальное насилие Оно вообще-то говоря Просто про власть Мужчин над женщинами Особенно в киноиндустрии И вот она сказала Что была такая история С ней Глубоко и шокировавшая И она о ней Смолчала А теперь скажет И карьера Тарантино Конечно Начала опасно пошатываться Он опять же На мой взгляд Единственным правильным образом Отреагировал Тут же сказал Что этот случай Это самое большое Сожаление в его жизни И кстати говоря В однажды в Голливуде Нет Умы Турман Но снимается ее дочка Мия Хоук Которую вы видели В очень странных делах Может быть в третьем сезоне Она играет совсем маленькую роль Но очень-очень важную А сколько ей лет сейчас? Ей под 20 мне кажется Она молодая девчонка Такая очень симпатичная И актерский Мне кажется очень одаренная И внешне похожа И на Хоука И на Турман Кстати говоря Всегда очень забавно Когда дети актеров Ну как Кьяра Мастрояне Похожи и на Денев И на Мастрояне Это очень всегда Любопытно наблюдать За их как бы Мимикой, физикой Очень интересно Вот Там есть вообще Много детей актеров Есть еще дочь Брюса Уиллиса Который когда-то Снимался Как мы помним В криминальном чтиве И в четырех комнатах И дочь Энди Макдауэлл Которая нигде У Тарантино не снималась А дочка у нее Отличная Она совершенно прекрасная Вот персонаж Пусси Кэт Это она А дочке Брюса Уиллиса Что скажете? Там такая роль Что по ней Ничего сказать Только невозможно Кроме того Что она там Приятная И дочка Брюса Уиллиса Да И дочка Брюса Уиллиса Что тоже неплохо Вот И Соответственно Сейчас На Тарантино Смотрели Ожидая этого фильма Очень внимательно И очень придирчиво И очень пристально В том числе потому Что ведь фигурантом Его фильма Хотя это второстепенный персонаж Является Роман Поланский Роман Поланский Как и Вуди Аллен Это самые пожалуй важные Нет Третий еще Майкл Джексон Самые важные три фигуранта Истории с Мету И новой волной феминизма Потому что Это люди Про которых Об их преступлениях Было известно и раньше Но именно сейчас С этой новой волной Их снова выкопали И Поланский Которого многие оправдывали Поскольку он Со своей жертвой Он действительно Не износил Занялся сексом С несовершеннолетней Он давным-давно С ней примирился Она его простила публично Но в Америку Он обратно въезжать не может И его все еще Могут арестовать В другой стране И выдать в Америку Для суда Ему напомню 85 лет Вот Но это не значит Что из-за 85 лет Надо прощать что-то Вопрос не в этом А в том Что Поланский В своей жизни Много чего пережил Включая Чудесное спасение Из краковского гетто Где погибли его близкие Когда он был совсем ребенком И включая Конечно ужасную историю С убийством Его беременной Метту и так далее И сделали А ну еще В том Тарантино Он показывает Он будет говорить Что на его Значит Оппоненте Надеты черные очки А тут будет говорить А на вас розовые И это спор В котором никогда не будет Никакого окончательного разрешения И тем не менее Я хочу сказать Что Тарантино По-моему Абсолютно влюблен И в героиню Шерон Тейт И Он показывает С такой любовью И Марго Робби И того Кого она играет И он как раз Обходится Без того В чем часто обвиняют Вот этих вот Патриархальных режиссеров Без апроприации Вместо того Чтобы говорить От ее лица И делать вид Что он есть Шерон Тейт Наоборот Он показывает ее Совершенно Непроницаемым персонажем Красота которой Она как красота Мадонна На ренессансных картинах Она совершенно Невероятна И она абсолютно При этом Один из немногих случаев Когда она Открывает роту Что-то говорит Она приходит к букинисту Чтобы купить Мужу в подарок Первое издание Тесс Из рода Дебервилей Потом фильм Тесс Действительно поставит Поланский То есть Уж явно дурочка Ее Тарантино Не считает Свою героиню И Шерон Тейт Тем более Вот Что касается Брюса Ли Который действительно Дружил с Шерон Тейт Это исторический факт Поэтому он не случайно Появился в фильме То во-первых По-моему Тарантино Обожающий азиатское кино Преклоняется Перед Брюсом Ли Во-вторых Мне кажется Что в этой их схватке Выдуманный персонаж Брэда Питта Показан гораздо более Ужасно это изящно Сейчас маленький спойлер будет Заткните ушко Кто боится спойлеров Один маленький Что они дерутся Должно быть Три схватки Дружеских И победит тот Кто в двух схватках Из трех Собственно говоря Отдолел своего соперника Но так устроено Что до третьей схватки Дело не доходит То есть В первой схватке Побеждает Брюс Ли Во второй Брэд Питт И таким образом Они на самом деле Равны Они на самом деле То есть Тарантино Своего Выдуманного Персонара Сыгранного Брэдом Питтом Каскадера Клиффа Бута Поднимает До Брюса Ли А не принижает Каким-то образом Брюса Ли Вот Теперь Наверное Мне нужно Рассказать Немножко Давайте Прежде чем рассказывать Музыку послушаем У нас есть Сейчас немножко Времени для этого Дело в том Что в фильме Свойный удивительный Саундтрек Как это всегда У Тарантино бывает Но этот не похож На другие саундтреки Сначала послушаем Песню Потом я про саундтрек Чуть расскажу Диперпл Еще до того Куда пришел Ян Гиллан Род Эванс поет Две песни Диперпл Звучат в этом саундтреке Так вот Саундтрек совершенно Необычный Обычно Тарантино Который Очень хорошо чувствует Музыку Прекрасно ее знает Пользуется Анахронизмами То есть Он нарушает Временной поток Ради Вот этого Музыкального ряда Музыкальный ряд Позволяет нам Отстраниться От происходящего Ну простой пример Все помнят Бесславных ублюдков Да Действие происходит В сороковых годах Это вторая мировая война Фильм снимается В 2009 За кадром звучит Старая песня Дэвида Боуи Там из 70-х Кэт Пипл И вот это сочетание Абсолютно сносит крышу Ну или рэп Который вдруг звучит В фильме Джанго Освобожденный Который весь происходит Как мы знаем Перед гражданской войной В 19 веке А Уайт Страйб Звучат В омерзительной восьмерке Но в омерзительной восьмерке Он с саундтреком Мориконы Все уже немного поменял Это правда Единственный фильм с саундтреком Но зато Это саундтрек Это неиспользованная музыка Из фильма Нечто Джона Карпентера Что тоже отсылает нас К 80-м И тоже нарушает Временной Как бы Ток времени Так вот Фильм Однажды в Голливуде Даже название Однажды На это намекает Это фильм о времени И об одном конкретном моменте Это три конкретных дня В 69-м году Именно в Голливуде В Лос-Анджелесе И Все песни Которые там звучат Принадлежат 68-му или 69-му году Почти все они звучат Из проигрывателя Дома у Поланских Или из Собственно говоря Магнитолы В машине Одного из героев Они все Поскольку это Лос-Анджелес Бесконечно ездят на машинах По этим хайвеям И слушают радио Тарантино опять придумал радио Он однажды придумал радио И его плейлист Для бешеных псов Там было радио с хитами 70-х А действие последовало при этом Не в 70-х Ну вот А здесь Совершенно другая ситуация Здесь наоборот Современно На этой эпохе радио И ощущение некой документальности Которое подтверждается Огромным количеством деталей Ресторанов Вывесок Дорожных указателей Конкретных зданий Кинотеатров Которые в Шерн-Тейд Приходят посмотреть фильм С собственным участием То есть гигантское количество деталей Такое ощущение Что мы погружаемся В 69-й год Это первый и единственный Пока что фильм Тарантино Поставленный по реальным событиям Он никогда этого не делал Теперь о самих событиях То, что вам необходимо знать Перед просмотром Это фильм о том Как члены секты Чарльза Мэнсона Убили Шерон Тейт Беременную жену Романа Полански Замечательного актера Замечательного режиссера Прекрасную актрису Которая своими друзьями Пока Полански был В Европе Готовился к фильму Была у себя дома И ничего такого не ожидала Вошли они туда Почти что случайно Впрочем В фильме это рассказано И знаете что самое интересное Случилось это Ровно 50 лет назад В ночь С 8 на 9 августа Какой-то сегодня 1969 года Вот так вышло Что наш сегодняшний эфир Приурочен Совершенно не намеренно Так вышло Фильм вышел в прокат И прокатчики этого Не планировали на самом деле Такая довольно жуткая дата Не то что она подходит Для все-таки Развлекательного фильма Но вот так сложилось Так получилось И сегодня 50 лет с того дня И у нас Вместе с музыкой Которую для нас Подобрал Тарантино Сегодня маленькое путешествие Во времени Которое мы продолжим Совсем уже скоро Кинопробы С Антоном Долиным И я напомню Наш смс портал 7903-797-6333 Телефон прямого эфира 7495-730-101 Да всем привет еще раз Возвращаемся к фильму Однажды в Голливуде Квентина Тарантино Фильм который не получил Кстати говоря На Каннском фестивале Где был беспрецедентный Ажиотаж 25 лет спустя После выхода Криминального чтива Не получил никаких наград Кроме награды Моей любимой Пальмдог Это отдельное Независимое жюри Награждает лучшую собаку Фестиваля И наградили собаку Брэнди Это собака героя Брэда Питта Которая действительно Очаровательная Кажется это Питбуль Но впрочем Возможно я немножко ошибаюсь Это какая-то Американская модификация И этот фильм становится Третьим в списке Только на моей памяти Шедевров Которые не получили В Каннах ничего Кроме премии За лучшую собаку Сначала это был Догвель Ларса фон Триера Потом Паттерсон Джима Джармуша И вот теперь наконец Однажды в Голливуде Квентина Тарантино Ну впрочем Я подозреваю Что фильм возьмет свое На золотых глобусах И Оскарах Проверим так это или нет Но почти в этом уверен Вот и Вернемся К главным темам фильма Да Шерон Тейт Действительно Была убита И она Ее муж Аман Поланский Мы видим их И Тарантино Который впервые Снимает фильм Где больше половины Персонажей Это реальные лица С потрясающей Для такого человека Как Тарантино Мы привыкли считать Каким-то там Циником С потрясающей деликатностью К ним относятся Он их показывает Как документалист Почти без реплик И Он просто следит за ними Никаких приключений С ними не происходит Самое интересное Что происходит С героиней Шерон Тейт Повторяю Это потрясающе Красивая Марго Робби Она приходит в кинотеатр И смотрит фильм С собой В одной из ролей И эта сцена Она совершенно Поразительная Потому что Мы видим Как отделяется Актриса Марго Робби От своего прототипа На экране Она видит прототип А сама становится Не столько Исполнительницей роли Сколько зрительницей И Тарантино Сказал мне В интервью Вот буквально Вчера мы с ним общались Нет Позавчера О том Что Шерон Тейт Это тоже он Я очень представляю себе Тарантино У которого есть Собственный кинотеатр В Лос-Анджелесе Который сидит И смотрит свой фильм Он же режиссер-зритель Режиссер-синий фил А не только Режиссер-производитель Фильмов Вот И конечно же Двое его героев Никакие не Белые Патриархальные свиньи Как наверное Кому-то хочется видеть Наоборот Они таковыми Кажутся И таковыми Сами себя рисуют И стареющий Артист вестернов Рик Далтон Которого Видимо с биполяркой Которого играет Леонардо Ди Каприо Который изображает Крутого мужика Но на самом деле При каждом Ничтожном случае Он читает там Трогательный вестерн Какой-то У него наворачиваются Слезы на глаза Он не может себя сдержать Он сверх эмоциональный Нестабильный Ужасно трогательный А с другой стороны Рядом Брэд Питт С его В какой-то момент Голым торсом Красавец Прекрасный Но вдруг Мы узнаем Что он оказывается Возможно Убил свою жену Вот эта деталь Она В предыдущих фильмах Тарантино Казалось бы Может быть смешной Сегодня она кажется Просто жуткой И я много думал Зачем он Своему герою Это добавил Вот этот чистый герой Абсолютно Положительный Красавец Да мне кажется Потому что Тарантино Как раз этим Белым Патриархальным Королям И звездам Совершенно не доверяет Наоборот В этом фильме Он подвергает их критике И он уже это делал В своем первом фильме Бешеных псах Где мы сначала Восхищаемся Этими красивыми мужчинами Которые в костюмах В рапиде Идут навстречу камере Но к финалу Мы понимаем Что они все Довольно жалкие личности Несчастные Предающие друг друга Врущие друг другу Поэтому Тарантино Не возвеличивает Как это делал Старый Голливуд Он скорее разоблачает Но разоблачает Конечно с огромной нежностью С огромной любовью Точно так же Как его любовь К этим Би-мувис К бесконечному количеству В данном случае К итальянским вестернам К фильмам Серии Б Которые тогда В 69 году точно Никем не Не оценивались всерьез Тут начинается с того Что герою Ди Каприо Предлагают сняться В спагетти вестерне В итальянском Он говорит Ты видел итальянский вестерн С презрением Все Я официально Хэс Бин То есть Моя жизнь Моя карьера в прошлом Они сами Не уважают Те фильмы В которых снимаются И понимают Что это такое Но для Тарантино Эти самые Би-муви Это предмет Его любви И поэтому Он не столько Уважает Этих своих героев Сколько просто Нежно С И с драмой И с юмором Их описывает И конечно Тарантино Который делает Свои предпоследние фильмы Это знает Которому 56 лет Который совсем уже не мальчик Но все еще не старик В этом фильме Осмысляет Свой возраст Это фильм В Лос-Анджелесе Где он вырос В 69 году Ему было 6 лет Он помнит Многое из детства Это самый Его авторский Автобиографический Саморефлексирующий фильм Один мой коллега Очень красиво написал Я думаю Что он прав Что вообще Так говоря Это его Тарантиновский Восемь с половиной У многих Больших режиссеров Там у Тарковского Есть Зеркало У Трюфо Есть Американская ночь Там у Линча Есть допустим Малхолланд Драйв Внутренняя империя Очень многие режиссеры В какой-то момент Снимают кино О том Что такое творческий процесс Что такое творчество Альмадовар снял только что Боли Славу И вот мне кажется Тарантино занимается Именно этим И все трое его героев Актер Его каскадер Дублер И актриса Он же сам актер Тарантино Не забывайте Он сам снимался В кино Начиная с своего первого фильма Он работает с актерами Как никто другой Он понимает Как на самом деле Насколько недолгая Может быть судьба актера А тут ведь еще и Шерон Тейт Мы знаем Что ее судьба Оборвалась Когда ей было 26 лет Она не успела сыграть Ни одной по-настоящему Выдающейся роли И мы смотрим фильм Мы смотрим на эту Безмятежную героиню Но мы же знаем Что с ней будет И поэтому Никакой безмятежности нет Вообще Если Из всей Жанровой солянки Тарантино Выбирать Один жанр Который объединяет Все его предыдущие фильмы Мы наверное сказали бы Что это скорее комедия Начиная с криминального чтива Его фильмы очень забавные Все Даже когда там происходит Что-то драматическое Фильм однажды в Голливуде И за это многие его ругают Комедия в наименьшей степени Там очень много смешных моментов Маленьких Но это Прежде всего Фильм о меланхолии Там есть момент Когда закадровый голос Иногда он вдруг там проявляется Показывает нам Улыбающийся Шерон Тейт И говорит Всем было весело И только Шерон Ощущало меланхолию В этот самый душный день В году Августовский И Зная Что ее ждет А это знание Которое должно быть У каждого зрителя Этого фильма Мы чувствуем Что Эта же меланхолия Затапливает нас При этом Там есть Единственная На весь кинематограф Тарантино Очень страшная сцена В которой ничего не происходит Но саспенс сгущается До каких-то Хичкоковских Просто показателей Это сцена Когда Клифф Бут Этот самый Каскадер Приезжает на Ранчо Спана Ранчо Спана Это то место Где когда-то снимали Вестерны Но на самом деле Я об этом никогда не знал Я знал историю Чарльза Мэнсона И его сект Я знал, что они жили На ком-то ранчо Там тусовались Мэнсон И Рик Далтон Герой Ди Каприо Герой этих самых Вестернов Пусть уже Тарантино Когда-то снимался там И Брэд Питт Не просто приезжает туда Он видит Как это будущее В виде вот этих Странных Пугающих хипарей Красивых девчонок Самая красивая Вот эта Пусси Кэт Сыгранная дочкой Энди Макдауэл Она и подцепляет Как Автостопщица Клиффа Бута Он видит Как это будущее Съедает его прошлое Что его прошлое стирается И это больше Не кинематограф Это реальность Чертовый хиппи Чертовый хиппи Проклятый хиппи Они все время говорят И там есть момент Такой Тарантино много Что говорил О своих фильмах Что они происходят Либо в реальности Либо внутри вселенной кино И вот его реальные герои Ну реальные в кавычках Допустим Грабители из бешеных псов Когда они идут в кино Они там смотрят Убить Билла И Фильм Однажды в Голливуде Это первый фильм Тарантино Где мы видим конкретно Эту границу Между реальностью Потому что фильм По реальным событиям Там много реальных персонажей И вымыслом Потому что двое главных героев Рик Далтон и Клифф Бут Они выдуманы Тарантино И На самом деле Они рядом Потому что они буквально соседи Он поселил Рика Далтона В его особняке На Ту же самую улицу Где живет Шерон Тейт Но при этом Он не может туда попасть Он смотрит на нее Он говорит Ух ты рядом живет Роман Поланский Это же самый модный режиссер Голливуда Вдруг он когда-нибудь меня снимет Он понимает Что тут никогда его не снимет Потому что вот этот старый Стареющий актер Из Второстепенных Телевизионных вестернах Поланскому не нужен И Это тоже момент Такой пронзительной грусти При том что повторяю В фильме много смеха Грусти в нем еще больше И Я думаю что это Еще одна причина По которой Конечно Этот фильм Для одних станет Самым любимым фильмом Тарантино А для других Самым неудачным фильмом Тарантино Потому что они привыкли Что Тарантино Это весело Цинично Беззаботно Это много насилия И много смешных диалогов Диалоги тут изумительные Но смешных среди них довольно мало Это диалоги Которые ты можешь себе представить Не знаю В реалистической пьесе Где-нибудь у Тенниса Уильямса У Ипсона И этого мы от Тарантино не ждем Хотя мы и знаем Что он выдающийся драматург Получивший Оскар Собственно говоря За сценарий Так что Ну В конечном счете Однажды в Голливуде Мне кажется Это событие Мне кажется Это фильм Который войдет в историю Я думаю Что этот фильм Будет навсегда В числе Трех лучших фильмов Тарантино Просто всегда Эту тройку Будет возглавлять Криминальное чтиво Я думаю Что Тот фильм Слишком идеально Совпал с временем своим Для того Чтобы Мы со временем Его переоценили И как-то Отменили его значимость Она неотменяема Я очень надеюсь Что все эти сомнения Из-за того Что недостаточно Уважили азиатов Как-то не так Показали женщины Что это все Не помешает фильму Получить все премии В Америке Которые конечно Заслуживают И которые такому Все таки сложному Все таки авторскому Фильму Ужасно нужны Вот И Если позволите Я на этом Наверное прекращу Рассказ О Тарантино И его однажды в Голливуде Просто всем Прекомендую его смотреть И еще раз Прекомендую смотреть его В оригинале По-английски С титрами Есть несколько вопросов На смс-портале Здравствуйте Антон Как думаете Насколько вероятно Что Лео Получит Оскар За этот фильм Я думаю Что вероятность Достаточно высокая Если бы Лео По-прежнему Оставался актером Без Оскара Но ему дали Оскар За по-моему Одну из самых слабых Его ролей За фильм Выживший Это было Просто потому Что уже надо было давать Да да Именно Это был какой-то Эффект накопления Вот И я не знаю Я не знаю Что будет теперь Но мне кажется Что и он И Брэд Питт Конечно заслужили И даже уже Была инсайдерская информация О том Что их будут номинировать Это же от студии Зависит как она выдвигает Одного За главную роль Ди Каприо А другого Брэда Питта За роль второго плана Хотя те кто видели фильм Понимают что это чушь Что роли абсолютно Равноценные Равнозначные Просто один из них Играет Действительно помощника второго Только в этом смысле Но Если это позволит Им обоим получить По номинации И им обоим получить По статуэтке Возможно То пусть будет так Хоть это и Ничего не значит Я хочу Попробовать успеть Я отвечу на все вопросы Безусловно Последние пять минут Конечно Хочу попробовать успеть Искать про еще один фильм На этой неделе Он просто В сравнении с Тарантино Конечно маленький и скромный Но совершенно очаровательный Я очень хочу его посоветовать вам Это фильм ужасов Который подходит В том числе для детей И подростков Но не для маленьких детей Начиная лет с 12 Я бы сказал И называется он Соответствующе Страшные истории Для рассказа в темноте Страшные истории Для рассказа в темноте Это На самом деле Такой Один из проектов мечты Продюсерских Гильермо Дель Торо Он здесь продюсер Он вообще отличный продюсер И он когда дает Кому-то путевку в жизнь Помните Хуан Антонио Байона Именно с ним Снял свой великолепный фильм Приют Потом стал знаменитым режиссером А Андрес Мускетти Из Буэнос-Айреса Снял вместе с Гильермо Дель Торо Фильм «Мама» Что позволило ему потом снять «Оно» Одну из лучших экранизаций Стивена Кинга За последнее время То есть Дель Торо Очень щедрый Прекрасный продюсер И здесь тоже Он взял Норвежского режиссера Андреа Овредала Который известен Картиной «Охотник на троллей» Очень неплохой И поручил ему Экранизировать Получил ему экранизировать Роман Нет, не роман Это неправильная Ну, в общем Знаменитую книжку Написанную Составленную Фольклористом На основе Детских страшилок Эти детские страшилки Собранные им в три тома В 80-е годы Стали абсолютным бестселлером В Америке их все знают И, конечно Из страшилок Создать цельное Повествование Очень сложно Но Дель Торо Придумал как? Он придумал маленький городок Он придумал, что действие будет В 68-м году Выборы Избирают Никсона Вьетнамская война И на фоне этого Четверо старшеклассников Встречаются В ночь Хэллоуина Заходят В заброшенный особняк Где, видимо Водятся привидения И на свою беду Поскольку девочка В этой компании Она хочет стать писательницей Выносит оттуда Проклятую книгу Книгу, которая Пишет сама себя Пишет страшные истории Про них Тех, кто вынес эту книгу И истории тут же Начинают сбываться Вот такой Простейший сюжет Ты его Через 10 минут Уже угадываешь Страшненько-то как? Нет, очень классно Во-первых, там Потрясающие монстры Дель Торо дал Всех своих Спецов По визуальным эффектам И они такие Как сказать Не цифровые Аналоговые Очень страшные Очень классные Во-вторых Отличная Превосходная молодежь Вот эти молодые актеры Я вообще их не знаю Кто они, что они Они на себе Это держат идеально Там есть Актерские задачи Настоящие Это не слэшер Где просто Компания старших ластиков Которых маньяк Должен всех перерезать Все гораздо сложнее Драматургически И это из тех Фильмов ужасов Ну как и оно Кстати говоря Который И пугает И зачаровывает Он ни в какой момент Не кажется отвратительным Есть моменты Где он страшный Но страшный При этом притягательный Как те самые Страшилки У костра Да Или там Вечером на ночь Рассказывает страшную историю И жутко И хочется знать Что дальше Фильм сделан так Что скорее всего У него будут продолжения То есть там Подвешенный финал Такой интересно придуманный Я надеюсь Что они будут И я надеюсь Что у фильма Будет достаточно успех Что Тарантино Его не затопчет ногами Это было бы несправедливо Поэтому Страшные истории Для рассказов Темноте Я вот прямо Очень всем рекомендую Если вы поклонники Жанра хоррора Вам точно понравится Если вы не поклонники Жанра хорроров То тоже можете попробовать Потому что это не Типовой хоррор И в списке Оно Очень странные дела Страшные истории Для рассказов Темноте Имеют все шансы Стоять третьим номером Третьим просто Хронологически Потому что Это тоже история Про подростков Тоже ностальгическая И про то Как они открывают дверь в какое-то запретное странное параллельное пространство и дальше в этом пространстве существует все, я на этом сейчас останавливаюсь с разговором о премьерах и буду отвечать на вопросы в последние 5 минут присылайте еще, если они у вас появятся 903-797-6333 Кинопробы с Антоном Долиным Прозвучала песня Саймина Гарфункеля Миссис Робинсон, фильм-выпускник из которого эта песня тоже вышла в 1969 году, я сказал, что и песня звучит, разумеется, в фильме она звучит из радио в автомобиле героя Брэда Питта и это тот момент, когда он решает соблазниться и подхватить годящуюся ему в дочери попутчицу соблазнительную, учитывая, о чем фильм-выпускник это, конечно, очень такая хитрая, тонкая шутка, допущенная Тарантино, и там очень много таких шуток думаю, что вряд ли кто-то из нас сможет прочитать их все но многие из них, на самом деле, интернет полнится уже объяснениями расшифровками я думаю, что основной смысл фильма не сможет пострадать от того, что вы не поймете каких-то из шуток но их там очень много и кое-что зашифровано великолепно в музыке вот, ответы на вопросы вы можете все еще их присылать в основном по Тарантино, по фильму почему в фильме не было многих кадров из трейлера танцующий Лео и Марго Робби затем Мэнсон, делающий жест приветствия Кирилл, все эти кадры были в фильме возможно, вы просто невнимательно смотрели я просто буквально вчера его пересматривал действительно смотрел третий раз как раз не тот случай, когда есть кадры могу сказать, что новые кадры появились вот вам важную информацию забыл об этом сказать в Каннах этого не было сейчас это есть на титрах есть сцена как в фильмах Марвел смотрите титры до конца и у вас будет очень приятный сюрприз я бы сейчас рассказал о чем но не буду не буду никому портить удовольствие но скажу, что для тех, кто хорошо знает творчество Тарантино это будет особенно приятный сюрприз потому что он отсылает к некоторым его другим работам ну а если не знаете, все равно будет смешно и хорошо вот спрашивают про фильм, который никто не видел уже огромное количество людей видело гигантское количество билетов продано по всей России и залы переполнены вчера в кинотеатре «Октябрь» я представлял фильм там просто для публик, купивший билеты в пяти разных залах пять залов были полностью раскуплены я думаю, что это не предел еще я давно такого не помню слышал слухи про продолжение убить Билла что думаете? думаю и знаю от Тарантино что он сам очень бы хотел это сделать но не факт, что его последним проектом станет именно третью убить Билла потому что он себе ровно 10 фильмов позволил возможно, десятый фильм будет все-таки какой-то другой несколько человек уже пишут что они хотят смотреть фильм еще раз это очень приятно Вениамин пишет лучше криминального чтива уже не будет многоточие я рассказал известный русский анекдот Тарантино он даже попросил несколько раз его повторить и каждый раз громко хохотал Квентин, вы так и не сняли ничего лучше криминального чтива? да, а кто снял? он не слышал эту шутку? нет, он не слышал эту шутку я ему рассказал он пришел в совершенно необузанный восторг и начал рассказывать ее всем своим продюсерам которые тоже хохотали видимо, никто этого не знает вот, сцены фуд-фетиша там есть да, без этого не обошлось Тарантино не скрывает своей любви к босым ногам к ступням, к пальцам ног женским и мне кажется, там нет вообще ни одной героини которая не демонстрировала бы свои ступни в этом фильме появляется, кстати, новый фетиш очень неожиданный, очень симпатичный это красивая женщина, которая храпит, когда спит возможно, это что-то очень личное у Тарантино это появляется в фильме два раза никакой сюжетной нагрузки не несет опять образ сильной женщины да, нет, у него слабых женщин вообще нету и не бывает здравствуйте как думаете, насколько вероятно, что Лео получит Оскар? да, я уже сказал, что для меня персонаж Пита заслуживает награды больше болеют за Пита слушайте, ну я не знаю даже, что вам сказать они имеют шансы оба получить эти призы получится или нет, не знаю фильм, который смотрит Марго Робби это реальный фильм Шерон Тейт? да, это «Команда разрушителей» реальный фильм Шерон Тейт такой класса Б, как любит Тарантино забавно, что уже кто-то досконально исследовал все и выяснил, что в 69 году в этом кинотеатре этот фильм не могли показывать на самом деле а если бы могли, то билет стоил бы не 75 центов, а больше Тарантино не во всем точен но, я думаю, что он нарочно эти ошибки совершает ну, вот, тем не менее, фильм настоящий вот, собственно, задают вопрос про сцену на титрах нет, я не буду не буду говорить об этом для того, чтобы не портить удовольствие тем, кто еще фильм не смотрел спасибо вот, и пишут мне 50 и люблю творчество Тарантино как считаете, стоит ли российскому зрителю который не знает историю Америки и Голливуда идти на этот фильм? отвечу стоит, если вы хотите получить полноценное удовольствие прочитать историю Мэнсона и его секты и Шерон Тейт хотя бы в Википедии хотя есть замечательная книжка недавно изданная по-русски в великолепном переводе она называется девочки это роман написан от лица одной из этих девочек Мэнсона об этих событиях а есть книги документальные Хелтер Скелтер это просто книга написана, по-моему, прокурором или следователем, который исследовал дело Мэнсона то есть, на самом деле, информация есть но если вы ничего про это не знаете вы все равно получите удовольствие от прекрасной актерской игры великолепного саундтрека замечательного юмора Тарантино его меланхолии и вам покажут, что вы побывали в Лос-Анджелесе даже если никогда не были в Америке и не собирались туда и не собираетесь сейчас но и правда то, что из всех фильмов Тарантино этот может быть вообще самый американский это не плюс и не минус просто это то свойство, которое этому фильму присуще судя по последним фильмам некоторые российские режиссеры российскую историю тоже не знают спасибо, Антон до скорых встреч спасибо, друзья всем пока пока